Что в последнее время происходит с Димой в плане эмоций? А ведь по сути, как бы, Катя, сейчас ничего особо такого ужасного ты не сказала. Потому что у нас сахно. Если подписчицы дать с лапона, ну что, уже банатые были. Ты. Итак, пока Дима. Вот, прошай, я не... Сука. Это, пожалуйста. Я с Катей здесь полностью абсолютно согласен с её тезисом относительно того, что Дима сильно о себе что-то нового замнил. Но у меня возникает только один вопрос. Ладно, мы сейчас тут как бы что-то поговорили, поговорили, да забыли. Тебе с ними жить. Ты как-то вот эти истерики знаешь, как приводить в ночь? Была одна такая истерика за то время, пока мы были за периметром. В моей квартире, слава богу, ничего не снеслось и так далее. Он пытался швырять свои вещи, но я просто в молчу сидела и на это всё смотрела. Хорошо, сейчас что-то что делать? Ты сейчас... Не знаю, я уже сегодня ушла. Как только вы озвучили, я ушла. Потом промолчала. Я искренне надеюсь на то, что как-то Артём тебе поможет после лобного места, да, с ним поговорить, потому что я бы сейчас в клетку с тигром в одно лицо бы не заходил, Вик. Ничего он мне не сделает. Ну, Мик, я надеюсь. Хотя на самом деле и Артёму тоже понадобится помощь. Возможно, твоя Вика сегодня. Сегодня вы друг другу будете помогать, потому что следующая тема у нас касается именно этой парочки, да. Что мы только за последнее время про Кристина не узнали. И про её волосы вонючие, и про бревно она там, и всё, и господи. А сегодня выяснилось, да, что она, как рыбная, заливная, да, тоже опять вонючая и костлявая. Я прям... Мне уже хочется в какой-то определённый момент, правда, спросить Варутюм Артём, почему ты, правда, с этой главой вообще встречаешься? Ну, с такими эпитетами надо обходить этот чудовище стороной. Ты хочешь, что юморо-деформированное? Я вообще так привык, что... Ты себе от рома не новой привыкнул? Девушки, это не проблема. Я признаю, я извинился, ещё раз извиняюсь перед Кристиной. Это необдуманно было. И, короче, я не прав этой ситуации. Я тебе объясняю то, что я такой человек, я всегда так жил в отношениях, всегда так шутил, девушки понимали его юмор, и мне тоже хотелось бы, чтобы моя девушка понимала... Артём, смотри, когда тебе раз-то пошутил, не поняли, тебе сказали, не поняли. Другой раз сказали, третий раз сказали, четвёртый раз... Ну, тут уже как раз дурак поймёт. Дурак. Раньше ты сообщал Кристине о том, что там бревно, вонючка и прочее наедине. Не говорил я бревно, вонючка. Ну, хорошо. Артём не называл Кристину бревном. Он говорил, что с Кристиной секс настолько стрёмный, что за него даже платить не хочется. Я говорил это на полном свете. Дальше идём. Нет. Когда ты делал это наедине, Артём, вопросов не было к тебе никаких. Но, когда ты уже публично, это уходит за рамки, собственно говоря, всего, это уже не про шутки. Это правда уже про унижение, Артём. В отношениях только делать комплименты, говорить только положительные моменты, ну, скучно, можно как-то пошутить друг на друга. Нет, Артём, ты мстишь ей. Вот я вот не открою друг друга. Ты мстишь ей за вполне аргументированную критику в свой адрес. Я её не мчу, абсолютно. Хорошо, Кристин, твоя версия происходящая. Это вообще всё спонтанно происходит. Я понял, Артём, можно Кристину меня услышать? Я не хочу ничего сказать. М-м-м-м.